первый мажор в кс-2 как же хочется туда попасть каждая из команд согласны вот и мы тоже согласны как и 30 тысяч китайцев чтобы это сделать нам нужно пройти open quality потом close потом рмр и только потом мы можем получить тикеры в игре это очень большой и сложный путь но таковы реалии такой турнир хотят все только за прошлый турнир команды получили около 110 миллионов долларов на всех это просто неадекватные цифры сравнимы с каким-то футболом наверно только но прелесть в том что на этот турнир по политике вальф могут попасть все даже ты своим однокурсникам а если вы еще и при бабках то вы можете играть с читом потому что эти чита на серверах нет и это разрешается мы решительно подготовились к этому событию и приехали в сербию белград на будке поэтому я вас приглашаю на просмотр как это было внутри команды вся внутренняя кухня будет у вас на экране вот так же напоминаю что 20 января у нас будет разыгрываться джерси нашей команды просто подпишись на наш телеграм и прими участие погнали ну а пока что мне нужно встретить нашу команду посмотрим на их заряд потому что мы все понимаем что нас ждет в этом месяце это решающий месяц потому что будет решаться продолжаем мы так же или что-то меняем глобально так и четвертый на месте ты в первом сервере я вообще первый раз за подделами россии я никогда не ездил в общем вроде поместились чем данные будут у нас на коленях что не все ваши ради победы на мажоре а ну что мы уже все на буткемпе и давайте приступать к первой квалификации она была не насыщенной потому что мы сыграли мало игр но с интересным казусом сначала мы выиграли микс который назывался магнитуд давайте смотреть внутри что делают кд господи я смит возможно это похоронка для них плейми сейчас должен уничтожать всех спину по сути команды это бирает первый раунд за зами займи 20 может быть и ковры я сказал да забрал не видел провал минус нас с ней по идее быть должно быть чисто я темною занимаю это и понадоб Принедираю к мне 90 будет я ставлю я банан на конца Но в следующем раунде была игра против организации Explosive, и тут начинается нечто странное. После игры мы ринулись проверять демки, и, к сожалению, мы на них нашли много чего ужасного. Начало раунда, они все бегут на А, как и мы, но в какой-то момент они понимают, что там стак, и нужно развернуться на бой. Это просто супер-чтение противников. Это были откровенные читеры, и с уверенностью того, что мы можем пройти дальше, мы написали админам, проверьте пожалуйста этих ребят, вот наши пруфы, просто проверьте. Но, к сожалению, админ нам не отвечали очень долгое время. Прошло уже десять часов, и мы видим ответ, они были чистыми, и они должны продолжить игру. Мы смирились с такой несправедливостью и нечестной игрой, и пошли готовиться ко второй квалификации. Но через два дня, когда они вышли уже на Шел Ти Ви, то есть у них было слишком много наглости, они наконец-то получили бан за читы. И что вы думаете, кто получил техническое поражение? Только та команда, которая была с ними на Шел Ти Ви. А то, что они выиграли нас на первой квалификации, когда мы на них жаловались во время матча, это никого не волнует. По сути, прямым текстом у нас украли первый шанс, но с этим уже ничего нельзя было поделать, поэтому мы выдохнули, поняли, что тут будет такое встречаться очень часто, и продолжили играть дальше. Начинаем вторую квалификацию. Мы играем против джентльменов. Это было слишком просто, поэтому давайте сразу переходить на следующую игру. Сейчас игра против Purple Swag. Это тоже микс, который можно было легко проходить. А вот тут у нас уже встретились противники Трика Элла, которая называется Имя Проблем. Это тоже микс, но давайте посмотрим, как они играли. Ой, как хорошо Дардис отбирается с двумя прекрасные два хэдшота. Но отвечает. Феномен, Феномен. Дальше. Ой-ой-ой, Феномен. Один в один. Ситуация. Нефьюзов нету. Тянуть время, но это не нужно. Феномен. Три минуса. Да. Хорошо. Запрыгнул. Хорошо. В голову попал. И там еще не стоит. Флэймеда поднимай. Пойдем еще один парень. И ес. Так оно и будет. Флэймед. Феномен. Пойдем. Фрэймеда поднимай. Фрэймеда поднимай. Это означает, что мы уже купили девайсы. Первый, второй, третий! Шайни с Venture Game решает просто на позиции! Допикать не надо, гон на экономику сыграем. Респавить. Найс! Я не врубаю. Пойдем. По смакам, Диман. Убил камеру. 2 в 1. Стой, стой, стой. Даю флеш. Давай. Ушел. Найс! Оба! Минут от Venture Game и это очередной раунд для команды Cybershock. ЛП. Первый принимает в клейме. Отлично там справляется у нас. Феномен просто делает три минуса. Аккуратно. На шифте. С большой-большой лопатой. Так, танц! Хорошо! Минус один! Флешечку. Да, этим и занимается. Ну и сейчас... А что там? Два человека было... Уводить было некуда! Эх, ладно. Давай на усколпом кого-нибудь. 6-6. Нормально. Флешка. На! Посмотрите, что делает Пентукей с Шайнезом. Минус два, минус три. И Шайнез заканчивает тоже этот раунд. Боже, какой красавчик. Поря убил. Давай флеш. На лахе на лахе на лахе. Еще где-то на лахе. Да, дал флеш. Дал еще флеш. Дал молек флэн. На рыжий. Найс. Убил. Убил. Еще, еще! Ворвал, ворвал! Ворвал еще один. Флеш давал ринкл. Ай, убил его. Ласт хз где? Аккуратно мейну. Я выхожу в дым. Найс! Лучи! Хорош даймем. Всех жду, если что-ли-то. Ну что ж. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! 13,9! Найс! Как тебе была игра против бэйт? Ну, поначалу было легко. Ну, типа, думал будет тяжелее. Начали очень просто, ну, легко. Там, набрали серию раундов, потом отдали там какие-то раунды, они начали с критами вроде, ходить по дарам. В итоге половину сыграли 6-6 на анубище за кт, это все равно хорошо, вот. И за атаку просто давили. Нам проще играть за атаку на дубис или за кт? Да, конечно. Атака сильная. Это единственная карта, правильно? Да, единственная карта, на которой я атаку. Энглориус, они с радаром играют. Какие у нас все шансы? У тебя есть какая-то специальная заготовка играть против радарщиков? Мы играли против них три раза. Или два. И всегда эта игра была выход за хелтв. Как обычно, база. Я 9 забрал. Кота, я иду и... Наконец! Лучше! Сейчас времени совсем нету в светлой. Флеймон контролирует одного. Полетел коктейль сразу же. Сжал один человечек. Как же, как же пикает. И посмотрите, феномен. Один в один остается здесь. Ооо, феномен собирает тот раунд! Джаггерс, ой-ой-ой. Что дали в голу просто так, дожимать дальше, дожимать дальше. Что происходит? Я вышел. Один. Сори. Ну ладно, не получилось. Окно справа. Когда Рейдена убили, не получилось. А бону было поставить. Тут под контролем. Да, было уже все. Да, это 6-6, это паритет. Я пойду, плохо, че. Как будто Араш, Молик в штаны прилетел. Банан попали, Гленый. А потушили, Молик. Араш. Араш. Табличка, табличка. Еще, еще один. Табличка, табличка, табличка. Убил. У вас люрк Б был в бейфе. Найс. Что ж ты творишь-то, а? Наглец ты такой. Да, что он ставит? Убил. Айс 5-3, ой, тревно. Еще вышел. Киев не зашел. Сверху. Полетели дымы. Наконец-то, да. Забирает парня, можем дефьюзить. Оно ловит. Второго Рейда! Андрейка! Минус 3! Какой красавчик, да божечки твой! Что же он творит? Какая красота! 11-8! Оу! Это просто жесть! И теперь... Петера тейкать будет довольно тяжело. Гранты есть? Дефолт, дефолт. Флажки перетерпы есть. Флажки перетерпы есть. Найс. Понтик кавик не видел. Я начинаю играть. Понтик один, давай. Левый понтик. Я буду дефать с китами. Может не читают, что... Найс! Найс! Лучше! Хорош. Найс, парни. Хорош. Хорош очень. Легенда. Легенда! Ты как? Нормально. Нормально. Мы на пике, мы на кураже. Мы выиграем уже второй раз подряд хорошую команду. И сейчас мы приступаем к самому важному. Это HLTV стадия. У нас там проклятие. Мы ни разу не выиграли. И мы надеемся, что проклятие прямо сейчас спадет. Давайте смотреть, как мы играли игру нашего TV. От команды CyberShock. Это позиция B. Ребята сразу же пытаются занимать. Удали, но почему-то все растворились просто, ребята. И команда Anonimo забирает первый раунд очень быстро и легко. ХЕ полетели. Довольно неплохая ХЕ, кстати. Закрывает нас... Пытается закрывать АВП. Ну, что ж. Такой ретейк получается у команды Anonimo. Бомба устанавливается. Рейка идет. Закрывает. 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 Умница. И тут у нас АВП. Посмотрите, как справляется Шайни смеется с Рейганом. Угадали. Посмотрите, это пистолетка. И они угадали со стартом кошек. Есть кому прикрывать. Поэтому да, все в порядке. И вот на этот раз они точно знают, где находится бомба. И теперь просто начинается дефьюз. Одного убили, но бомба дефьюзится. О боже. Я же говорил, надо по одному играть. Нормально. 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 Пацаны, защита. К сожалению, мы снова термин поражения и вылетаем со второй квалификации. Мы ушли разбирать ошибки и готовиться к третьему шансу. Третья квалификация началась очень легко. Первую игру мы выиграли с отчетом 13-1, вторую 13-0. Но третью уже интереснее. Четвертую игру выиграли 13-1 и остались французы, которых мы уже выиграли. Это три участника мажора. Сиксер, Аманек и Киоджин. Матч снова за выход на ХЛТВ. Давайте посмотрим эту игру прямо сейчас. Свою новостопил сам себя же. Шайнджист. Чекает. Ой-ой-ой. Финтокей. Феномен-1. Да, там КТшники на размене уже. Тут как бы уже с процентов бомба будет раздифьюж. И тут вот веток тоже кушат. Странная ФЛС сейчас. Никуда. Дракула дает хороший килл. Опен. Светлая единица. Два там. И двойка единица. НТ. Странная команда Гоудинг. Ууу. Рапа. Без армора, по идее, гранткил. АНТ, бро. Не нервничает. Остается Дракула с 40 килл с поинтами. Нужно убивать Сиксера. Оно делает килл еще и до ВДВек. Один четыре. Остается Шайнджист. Потому что временем уже не осталось. Друзья, это семь тринадцать. Нам снова не повезло. И мы уже готовы к четвертому, последнему этапу. Начинаем очень просто. Первая игра 13-2. Вторая 13-0. Третья 13-3. Четвертая 13-3. И наконец-то давайте смотреть пятую. И наш противник это ТОП-80 мира. Опытные игроки в лице Сирсона, GDC и Фешера. Пытка, по крайней мере, выйти в соло здесь от Рейгана. И здесь посмотрите, насколько много людей. Сирсон сразу же закрывает Рейгана. Сирсон поджимает. Центр. Спины кто-то был. Фент, окей. Сирсон. Ой-ой-ой-ой-ой. Сирсон, четыре минуса. Без автоматической камеры, поэтому тяжело. Рейган. Ну и там Флейми помог со спины. И... Да, как же не хочется сваться наверх. На! Одного патрона. Это... 2-2. Описание стрима, да. Ой, как же хорошо. GDC плюс Валдена. Здесь было все прекрасно сделано от ребят. Да, кажется, попахивает четвертым раундом и АВП от Сирсона. Ца-ца. Посмотрите. Выход от Флейми. Шайни с АВП. Неужели они возьмут пистолетку? Поверить в это сложно. А им на высшем уровне. Ца-ц. Минус от Фентуке. Там еще один. И Фентуке. Ну надо. Делай. Делай. Фентуке. И в прыжке попытался. Но в целом все нормально. Все хорошо. Убивает. Дефьюз начинает. Ну не верит. Или он дефьюзит дальше. АВП. Ну нет. Нет. Он дефьюзит. Он до конца это делает. Дефьюз. Ну да. Он убивает. Дефьюз. Есть. Посмотрите. Какие флешки летят. Какие минуса делают ребята. Zero Zero Nation занимает позиции. АВП. Ничего не может. Фентуке. Рейган. Хотя делает минус. Информация по нему есть. Он слышит топот. Патроны. Фентуке. Делает этот минус. Нужно сейчас забирать тот раунд. Сирсу. СВП. Не с той стороны. Боже. Ай-яй-яй-яй-яй. 10-7. Фентуке. А не знаю где находится их оппонент. Минус. Минус. Один отверг. Фентуке. Коктейль. Нет. Кто-то проигрыш набрал. К сожалению. Гаддэмэт. Феномен. Феномен. Нет. Итак ребята заходят. Есть ли дифьюзы. ЛПМ от Сирсена. К сожалению в плейме. Они сейчас будут убивать. Да. Редактор субтитров Н.�� в местах. Наз gangs adorelov. Корректор А.Кулакова ЛПМ Азомовương. Жена.